Давайте сосредоточимся еще поразок. Мы с вами начинали с моментов, да? Качественно окрашенных моментов времени. Но когда мы приступили к их разбору, более детальному рассмотрению, то оказалось, что мы попали в несколько иной мир. Вот этот мир, который уже падает сам на себя, складывается сам в себе, стоит на самом себе. Мне бы хотелось, чтобы мы почувствовали, ощутили здесь некоторые различия, разницы. Что такое моменты? Да, они были необычными. Они были небезразличными для нас и как-то окрашенными. Но все-таки, когда мы произносим слово «момент», под этим мы понимаем, что за этим моментом будет какой-то следующий. Он предполагает какой-то следующий момент. Допустим, третий, четвертый. И мы можем сказать, что вот первый момент для нас был окрашен вот так-то, так-то. Второй вообще был безразличен, третий тоже. А вот четвертый снова как-то по-другому уже окрашен. То есть, несмотря на то, что мы выделяем эти моменты, несмотря на то, что они нам интересны, и здесь уже мы открываем для себя какое-то время, эти моменты все еще продолжают относиться все же к текущему времени. они не порывают окончательно и бесповоротно вот с этой вот объективностью линейки времени. И, наверное, из-за этого лучше всего их было бы обозначить как некоторые такие указания в сторону. То есть, вот такой вот радостный момент, окрашенный радостью момент, он, скорее всего, говорит нам, смотри-ка, я мог бы быть каким-то очень стоящим, чем-то очень стоящим, чем-то очень важным. То есть, я что-то к чему-то призываю, я что-то в тебе затрагиваю. Но мы прожили этот момент и пошли дальше. Или он протек, он истек и наступил следующий момент. То же, до чего мы с вами добрались, носит уже несколько иное название. Мы настолько проанализировали наш момент, что, в общем-то, превратили его в нечто принципиально иное. И вот эта вот, вот эта так называемая деталька, которую я назвала, да, деталька будущей сборки или интенсивность, интенсивная величина, она уже обретает свое собственное основание. Она порывает с общим потоком времени и обретает в нем собственное основание. Поэтому здесь появляется новое определение. Это уже не момент, это мгновение. И действительно, ведь там, где существует момент, существует какая-то длительность, да, именно она. она все еще продолжается. Мы были радостны сегодня весь день. Но на следующий день наше настроение поменялось. Что же касается мгновения, то вот такая соотносительность теряется. Вот здесь наступает то, о чем я вам рассказывала ранее. Что тут уже не важно, сколько это длится. Потому что мгновение длится, именно мгновение, да, практически ничто. Оно внезапно и вдруг приходит, и оно длится в некотором роде бесконечно, в самом себе. Поскольку оно связано уже только с самим собой. Значит, здесь можно сказать, что мы совершаем прыжок. Если мы его, конечно же, совершаем. Итак, момент, это момент времени. И поэтому я его назвала атомом времени. Атомом самого времени является момент. Но не безразличный, а определенным образом окрашенный. Качественный момент. Что же касается мгновения, то это уже атом вечности. Этот термин атом вечности принадлежит не мне. Он придуман Платоном. И у греков было название для такого мгновения, мгновения ока или кайрос. Или кайрос. Итак, можем ли мы из обыкновенного окрашенного момента перепрыгнуть в кайрос, можем ли мы из чего-то все еще все-таки временного, хотя относящегося уже к нашей экзистенции, не безразличного нам, но все-таки все еще временного, совершить прыжок через пропасть и попасть в мгновение ока. да, в некоторых случаях может. Как это делается? Вот именно это способ, каким человек преодолевает бездну между одним и другим, именно это и рассматривает экзистенциальная философия. Именно вокруг этого она и вращается и вертится. Она хочет ответить вот на этот вопрос, когда возможен этот решительный шаг и переход вот к такому безусловному времени, то есть к мгновению ока. Ну, чтобы подтвердить, что я тут не какими-то измышлениями занимаюсь, я вам зачитаю фразу из произведения Грисе Баха, это немецкий философ, он у нас, к сожалению, неизвестен, он близок был к экзистенциализму, так, охарактеризуем, скажем, его, что он, правда, менее интересовался печальными нотами экзистенциализма, поскольку последний известен как рассматривающий в основном смерть, скуку, ужас и так далее. Вот Грисе Бах искал положительное основание, положительное основание чего-то экзистенциального. И вот его фраза, это из произведения, которое называется «Настоящее», само название уже говорит о том, что человек ищет, что же есть настоящее, это не просто какой-то там текущий и текущий момент, вот его фраза «Это сегодня не есть более момент континуальности, но является помехой для любой континуальной величины, опорой любого сущностного проявления в скуке бесконечного времени». Как видите, человек говорит совершенно иными фразами, во-первых, он здесь под сегодня понимает именно что-то настоящее, и как раз то, что и мы называем мгновением ока. Здесь настоящее берется как то, в чем все времена совпадают, они все относятся к самому настоящему, к самому себе, они собраны в одной точке. Это и есть характеристика мгновения ока. Так вот, он говорит про это сегодня, что оно не есть более момент континуальности, то есть оно уже не является одним из моментов, пусть и прерогативно выделенных, но оно уже даже не один из моментов общего времени. Оно само по себе, оно не интересуется этим потоком времени, который продолжает течь мимо него, и его не затрагивает. Это время, можно сказать, останавливается. И вот это должно быть жестко проговорено, потому что оно так жестко и происходит. Как раз за счет остановки бесконечного потока времени только и возможен момент кайроса или мгновения ока. Лучше говорить миг кайроса, чтобы мы не путались. миг кайроса. Время должно быть остановлено. Мы должны уметь остановиться и на чем-то стоять. И как мы там говорили с вами, что есть нечто, какая-то деталька, какой-то элемент, на который все остальное падает. Это можно было бы сравнить даже с черной дырой. хотя не очень-то прекрасная аналогия, но все же дает представление о том, как все, что приближается к этому элементу, собственно говоря, захватывается им, оно падает, падает на этот элемент, и уже не существует отдельно единица, в нем оно единица. Здесь же появляется и тема падения, столь нам известная по Ходегеровскому падению, но взятая в своем истинном подлинном значении. Это вот как в одной песне поется, по-моему, у смысловых галлюцинаций. Падай в любовь, падай. Мы сами падаем на этот элемент вместе со всем остальным. Мы падаем на это мгновение ока, и мы должны туда упасть. Но если у нас не получается падать вот так, не получается падай в любовь, падай, то тогда сама структура нашего бытийного устройства принуждает нас падать в нечто другое. видите ли, я хочу вам сказать, что падение не несет само по себе негативной окраски. Оно есть элемент нашего бытийного устройства. Мы призваны к тому, чтобы падать в определенные вещи, которые полностью соответствуют нашей самости. мы как раз туда должны падать. Если мы не падаем в эти моменты, то с нами что-то не так. Но поскольку мы с нами что-то не так, и мы не падаем, мы падаем тогда просто на сущностные характеристики нашего мира, мы падаем на наше наличное бытие, мы падаем в уже понятый язык, мы падаем в других людей, мы падаем повсюду, кроме того места, где мы действительно должны падать, а вот там мы не падаем. Вот такая не очень веселая история с нами происходит. Так что падение рознь и когда мы падаем в любовь, то это прекрасно. Но мы начали с разделения. Итак, теперь момент уже отошел. Через момент мы можем получить лишь намек на что-то такое, к чему мы призваны. Моменты помогают нам и намекают нам, но пропасть все еще впереди, и мы до нее не дотянулись, мы до нее не допрыгнули. По Хайдегеру эта пропасть не берется без собственной решимости. И по многим другим экзистенциальным философиям также она не берется. К этому мы еще подойдем. Но сейчас мы уже с вами сказали, что даже если промелькнул какой-то такой мих, похожий на Кайрос, даже если он нас там зацепил, мы не в состоянии вырваться из пут своей обыденной жизни и не готовы к этому. При встрече мы каждый раз оказываемся не готовыми. Я как-то в одном месте своих хайдегерских текстов писала, что мы всегда считаем себя готовыми то к этому, то к другому, взрослыми и тому подобное. Но когда происходит вот такая встреча, то оказывается на поверку, что мы буратины недоструганы и мы не готовы. Потому что Кайроса нужно хватать, запрять за локон его волос и не отпускать, иначе он убежит, он быстро проходит. Нужна такая же мгновенная моментальная реакция, нужна решимость, нужна готовность. Человек должен находиться в определенном собранном состоянии, он должен быть открыт, разомкнут к этому состоянию, не говоря уже о том, что желательно было бы ему иметь еще и опыт Кайроса за плечами, то есть опыт таких мгновений когда он уже понимает о чем идет речь и когда он понимает, что вот это главное, а все остальное вообще-то подождет. Ну, такого набора уж для досмана мы точно не имеем, да, ну и для беззащитного человека, который не стал досманом, а пытается стать чем-то другим, в общем-то имение подобного набора является проблематичным, поэтому что-то там мелькает в нашей жизни, что-то такое вспыхивает, что-то нас дергает туда, да, но мы не можем это схватить, мы не можем в это упасть, мы не можем в этом раствориться, оказываемся неспособными, дозайн оказывается неспособным, и вот из этой неспособности и вырастает одна из больших ветвей экзистенциальной философии, которая рассматривает бытийное устройство, почему оно неспособно, и когда оно способно, что не так, почему оно неспособно к тому, что является собственным, подлинным. Очень болезненная тема для некоторых людей, кстати говоря, вот, для тех людей, которые находятся как бы в этой пороговой ситуации, они не хотели бы быть и досманами, они чувствуют досманов, что с ними что-то не так, но и чувствуют свою беспомощность, в общем-то, в другом мире, о котором мы говорим и которые вовсе не являются другим в абсолютном смысле слова, а являются просто именно что своим, настоящим, вот, эта беспомощность очень часто тоже ведет к отчаянию, пессимизму и так далее. правда, экзистенциальная философия даже и отчаяния, даже и скуку, даже и тоску, насколько нам известно, ужас, страх с большой буквы, не рассматривает как только чисто негативные феномены. Снова и снова мы наталкиваемся на то, что мы не понимаем экзистенциальную философию, поскольку когда мы читаем все эти предложения об отчаяниях и страхах, нам кажется, что перед нами сейчас берется что-то отрицательно негативное. Но экзистенциальная философия видит в этом мягко говоря тот толчок под нашу задницу, который может нас выбросить в иное измерение. Потому что с трудом человек расстается со своей сращенностью. потому что просто так он не прыгнет. Он прыгнет только если он уже мягко говорят дозайн. Нужны трамплины. Нужны трамплины. И экзистенциальная философия рассматривает вот все такие вроде бы ужасные состояния как пределы которые подбираясь к человеку все ближе и ближе заставляют его расстаться с тем за что он до сих пор держался. и когда человек видит что это рассыпается у него на глазах то за что он все время держится 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 и держится до последнего вот тогда он все-таки поднимает глаза и обращает внимание на что-то что больше его на что-то что будет держать его что будет нести его а мгновение ока является именно таким основанием оно само нас несет и по правде говоря человек должен был уже давным давно устать он все время всю жизнь переходит сам от одного объекта к другому объекту от одной деятельности к другой деятельности он соединяет с собой все разорванное в этом мире и он устает он действительно устает но дело в том что в мгновении ока человеку не нужно это все соединять там выстраиваются такие структуры которые падают или соединяются это то что в обиходе называется несет когда вы находитесь в таком переживании то вы не замечаете каким образом вы переходите от одного к другому потому что вас несет но это несение конечно не напоминает дурь нести может и дурь я имею ввиду несколько иное несение в крайнем случае мы обретаем некоторый опыт свободы а здесь постоянно мы накапливаем без самих себя опыт не свободы не из-за того что мы все время общаемся с объектами нет сами по себе объекты не могут принудить нас стать их рабами объекты не обладают такой властью мы более властны мы становимся рабами тоже исходя из самопричинности то есть это мы позволили самим себе стать рабами объективного мира мы сами позволили это сделать мы сами сдались или как говорит Керкигор мир что такое вот этот мир на который вы показываете пальцем где множество людей ходят он состоит из тех людей которые отписали себя миру вот это словечко отписали значит отказались от чего-то иного сознательно отказались сказали что это не наше вот это нас устраивает ну вот они есть рабы по спинозе мы же сейчас с вами выступаем против рабства против рабства как порвать это рабство ну путы тяжелые путы велики так что требуется порой хирургическое вмешательство в общем не удивляйтесь что появляются все эти страхи смерти появляются смерти появляются ужасы появляются отчаяние дохождение до последних грани до последних границ вот всякие пограничные ситуации и тому подобное потому что очень тяжело человеку переступить с одного основания на другое основание а сейчас я вам зачитаю немножечко текста отто больного это тоже один из учеников хайдегера который к сожалению также мало переведен на русский язык ну если у нас предыдущий немецкий философ вообще не переведен то отто больнов все-таки переведен в количестве одного произведения по-моему там еще одна статья вот это произведение называется философия экзистенциализма советую всем ее читать потому что она отменно прочищает мозги по поводу всех так сказать иллюзий насчет экзистенциальной философии она разговаривает с нами хорошим доступным языком конкретным и образным и поэтому я думаю вполне наверное она претендует на роль такой книги которую нельзя обойти несмотря на то что отто больного не считается там величиной номер один как там Ясперс или Хайдеггер но иногда у таких философов второго там или третьего уровня как их называют вы можете открыть гораздо больше того что вам нужно чем у философа первой величины вот что пишет отто больнов он пишет уже про вот это мгновение о котором мы с вами говорим все время отсутствует какое бы то ни было непрерывное продвижение от мгновения в мгновение какое бы то ни было сохранение достигнутого в ходе времени типа накопил и накапливаю вы же понимаете да но подобно тому как экзистенциальное существование должно постоянно достигаться вновь в каждом отдельном случае в течение жизни высшим также остается череда отдельных мгновений которые словно отдельные светящиеся точки выделяются на темном фоне остального личного бытия ну давайте там несколько предложений да по поводу этой цитаты отсутствует какое бы то ни было непрерывное продвижение от мгновения мгновения значит мгновения они как звезды в ночном небе между ними чернота ночь звезды не сливаются в сплошной фон не покрывают все небо можно сказать даже звезды в конкретной человеческой жизни редки да и вот такие маячки светлячки вот то что было оно остается вот этой звездочкой значит не существует такого вот добра и богатства которые мы накопили и дальше время из него течет и дальше из него вытекают последствия причины следствия и тому подобное приблизительно так как мы представляем себе и до сих пор объективные физические процессы в природе да то есть они причинно-следственно обусловлены мы их понимаем через какие-то закономерности вот и время тут участвует надеюсь что мы когда-нибудь доберемся и до такой развитости когда поймем что даже для объективных вещей эти теории недостаточно но сегодня мы скажем так что если для физических процессов все это еще хоть как-то чему-то удовлетворяет то для человеческих процессов это ну никак и ничему не удовлетворяет поэтому нужно вот так через вот эти мгновения представлять то что действительно существует то что действительно реально сбывается в человеческой жизни и это существование должно достигаться вновь то есть то что вы там были когда-то кем-то чем-то то что вы мыслили как говорил Декарт не означает что вы следующее какое-то мгновение снова будете мыслить не означает что вы снова будете на волне на гребне каждый раз заново, каждый раз заново, каждый раз снова прыжок, остаются высшим, написано, да, вот, и, ну, если мы вот так себя согласились увидеть, то тогда мы бездонное черное небо, да, тогда мы не те, кто родились, женились там, да, как говорится, поступили, закончили в какое-нибудь заведение учебное, устроились на работу, да, вот, семья, дети, тогда мы не эти, мы не эти люди, да, вот, мы какие-то другие, мы какие-то другие, мы вот это черное небо, да, в котором сияют какие-то такие рассыпанные звездочки, эти звездочки и есть моменты нашего подлинного существования, которые нам в этой жизни удалось, чтобы себя представлять таким образом, нужно иметь уже, скажем так, железные нервы, да, и не кислую подготовку, то есть, наверное, это вполне естественно для какого-то писателя, который вполне может обратиться сразу же к одной из своих звездочек детства и описать ее, да, а потом перепрыгнуть и сказать о сегодняшнем моменте, который с ним происходит и так далее, да, то есть, это уровень уже такой вот отношения к своему собственному существованию жизни, который, как правило, в быту, в реальности не практикуется, да, вот такой экзистенциальный подход. Значит, поскольку мы с вами передвинулись, если нам удалось передвинуть самих себя с позиции момента к позиции мгновения ока, то считайте, что вот мы прошли каким-то революционным путем, да, с вами. Теперь мгновения ока, как мы говорили, имеют место быть, никуда не исчезают, то есть они хоть и не определяют следующие моменты, да, вроде бы недостаток какой-то в них, да, вот они не могут определить, они не гарантируют нам, да, что завтра будет точно так же, да, то есть они не являются как бы причиной, но зато они и не уничтожаются, когда обыкновенный момент обыкновенного времени текущего передаёт свою причинность к следующему моменту, то в этой передаче, даже в закономерности, да, вот, он сам исчезает. Он-то передаёт, он обуславливает какую-то связь, но сам он исчезает. Вот, на этом построены законы, например, физическое какое-то превращение там объектов, да, какой-то объект превращается в другой объект, но для того, чтобы мы понимаем, что это происходит закономерно, но для того, чтобы он превратился в другой объект, он должен сам, да, перестать быть тем, как, кем он был. Вот такая какая-то схема происходит с обыкновенным линейным временем, а с нашими мгновениями ока не происходит такого. То есть они, с одной стороны, не обуславливают завтра, послезавтра, никакой момент будущего не обуславливают. Но, с другой стороны, они не исчезают, они продолжают оставаться, они продолжают быть. И они каким-то непрямым, а косвенным образом влияют на нашу жизнь. То есть, хотя я не могу сказать, что благодаря вот этому моменту завтра я тоже буду вот такой, такой и такой, но зато я могу сказать совершенно четко, что в моей жизни был вот этот миг, человек, в который я был вот таким, а значит, я, в общем-то, и есть вот такой на самом деле. То есть вот раз я был, то это моя возможность, возможность быть. Я умею быть таким. Вот здесь Хайдеггер как раз с его умением быть и с акцентами на возможности появляется. То есть это я. И хотя сейчас я не таков, но вообще-то это я. Это я настоящий, это я подлинный. И, естественно, здесь нет прямой причинно-следственной связи, но здесь есть более глубокая причинность. Это не бесполезный момент, который там неизвестно, куда мне деть, да, просто как украшение. И воспринимайте эти звездочки как украшение нашей жизни. Не надо. Это не просто украшение. Они самопричинны. Значит, они порождают меня снова и снова как самопричинность. Да, я должен заново пройти весь этот механизм самопричинности. Но в то же самое время я и говорю, что сила моей экзистенции может возрастать, да. Интенсивная величина тоже может возрастать. Больше становиться. Не суммированием. Не суммированием. А через саму себя. Значит, здесь тоже раскрываются какие-то миры. Здесь тоже раскрывается какая-то возможность движения вообще-то. Но она совсем-совсем не такая, какую мы бы хотели видеть. Какую бы мы ей старались приписать. Дело в том, что пережили мы замечательный миг какой-то нашей жизни, которую с глубиной определенной. И мы так по-человечески себе говорим. Я бы хотел вернуться, да. Я бы хотел вернуться в то время. Вот в такое время, да. Я бы хотел вернуться в тот миг. Но именно законы совершенно революционные, совершенно экзистенциальные, те, что мы только что сейчас описывали, другие законы мешают этому. У тебя нет прямого доступа. Ты не можешь вернуться. Но как же? Это же мое прошлое. Это же я был. Это же не кто-то другой. Не можешь. А как ты можешь вернуться вот сюда? В линейном времени мы фактически утверждаем, что мы всегда можем вернуться в свое прошлое в каком смысле слова. Мы можем обратиться к нашей памяти. Наша память предоставит нам то-то и то-то. Если мы в маразматике, то наша память записана там-то и там-то. Мы всегда к ней обращаемся, а она нам дает ответ. То есть никаких проблем нет. Но есть проблема другая. Несмотря на такую простоту, вторая сторона медали темная заключается в том, что ты никогда прошлой жизнью уже жить не сможешь. Ты сейчас уже другой. Тебе каждый это скажет. Ты сейчас другой, а прошлое для тебя доступно только как память. Вот в этой форме. Вот видите, какое здесь такое скользкое дело говорить о плюсах и минусах. Потому что содержится подвох. В объективном времени все как бы надежно, но зато причина исчезает в своем следствии. В объективном времени можно надежно отправиться в прошлое и быть уверенным, что это прошлое, которое случилось там тогда-то, тогда-то и так далее. Взять его, использовать его в нашем настоящем. Но ни в коем случае нельзя вернуться в это прошлое. Потому что даже когда сейчас физикам задаешь вопрос о том, что, мол, можно там полететь в прошлые времена, да, они говорят, да, да, физические законы этому не препятствуют. Они не запрещают это. Смотрите-ка, разрешили, да, доступ. Но при этом они точно же утверждают, но неизвестно, что случится дальше, да. То есть если вы встретите самого себя, физика ответа дать не может. Вот. Вот такие вот подвохи. То есть все казалось бы хорошо, все казалось бы надежно, но на самом деле тут что-то исчезло, да, а тут вот прошлое нам реально недоступно. Между тем в мире мгновения ока все происходит прямо противоположным образом. Вот. Напрямую доступа у нас нет. Мы не можем обратиться напрямую к тому прошлому, которое было, потому что оно нас обманывает. Вот. Мы его видим с позиции вот сейчасшнего момента, который ему неадекватен, и мы его сами искажаем. Мы на него смотрим, его искажаем. И таким образом у нас на руках имеется какая-то иллюзия, какое-то представление об этом моменте. Вот. Но, несмотря на то, что свободного доступа нет, зато вот та сторона, которая была в линейном времени погашена, отрицалась, была оттеснена. Она-то как раз вдруг здесь и всплывает. Мы можем попасть в наше прошлое. Да как это? Да, 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 да. А вот именно так, что не как в прошлое, а как буквально происходящее снова здесь и сейчас. То есть прошлое перестаёт быть прошлым и становится настоящим в своей реальности. Итак, чтобы попасть в одну из этих звёздочек, я должен не назад смотреть, я должен не пытаться вскрыть какой-то там отверткой или прочими механизмами, а чего там было. Я вообще-то должен снова зажечь звезду. И когда я снова зажигаю звезду, то я оказываюсь там. Потому что вот это там меня всегда ждёт. Оно есть, оно не исчезает. Это есть вечное. Я снова оказываюсь там, и я могу снова этот момент интенсивно проживать. Вот своеобразное такое отношение, да, переворачивание с головы на ноги или с ног на голову. Не знаю кому как это видится. Потому что для обывателя, наверное, это будет видеться так, что его ноги оказываются теперь вот там вверху, да, всё перевернули и поставили его на голову. А для дозайна, наверное, сам обыватель выглядит как такой перевёрнутый к нему антипод, которого давным-давно пора поставить на его собственные ноги. Так что здесь они друг на друга смотрят и видят какие-то такие зеркально перевёрнутые отражения друг друга. Ну, вот так вот происходит и со временем. Происходят вот такие метаморфозы. Значит, конечно, нам освоиться в новом мире тяжело. Но, когда ребёнок рождается впервые, да, в этот наш мир, вы же видите, насколько ему непросто освоиться со всем этим миром, да. А если человек испытывает, как говорил мираб Мамардашвили, второе рождение, да, как, наконец-то, подлинное обретение самого себя, то ему тоже крайне непросто освоиться с некоторыми совершенно антиподными законами, да, которым он не привык. Ну, и уже сегодня завершая нашу лекцию тоже, подходя, то понятно, что мы вас подводим к теме вот той самой повторения, да. Мы с вами подходим, вот, сами себя подводим, скажем так. Вот, момент мы разобрали до мгновения ока, вот, а теперь вот та тема повторения всплывает для нас, да, вот это повторение, мастер повторения зажигает новую звезду. Из-за этого это так тяжело. Повторение никогда не повторяется в тех же самых условиях, при том же самом состоянии и дублированием всех тех данных, которые вошли в наше первое событие, да, в событие мгновения ока. Если мы их продублируем, ничего не произойдет. То есть, вот это так называемое повторение имеет сказочную буквально природу. Оно может повториться только в том случае, если оно изменится. То есть, не дублировать все то, что было, требуется от человека, а наоборот, решиться на изменение того, что раньше работало. А сейчас что-то должно быть новое. И вот в этом новом снова должно вспыхнуть повторение. Вот эту потрясающую, загадочную сказочность повторения и пытался расплести, распутать Кьеркигор в работе под одноименным названием, в работе под названием «Повторение». Когда он хотел в трудные для себя времена съездить на места, где ему там было хорошо, попытаться опереться на эти места, снова почувствовать то же, что его радовало, радовало его сердце, что его окрыляло. И когда он туда едет и не обретает этого, потому что все время вроде бы все на месте, но не хватает какой-то маленькой детальки, что-то изменено и ничего не происходит. А мы ведь с вами говорили, да, что вот именно от этой маленькой-то детальки все и начинается. И невозможно собрать все с течения обстоятельств то же самое, да и не нужно. Вся соль повторения в том, чтобы оно повторилось в чем-то новом, в каких-то новых условиях. Но когда оно приходит, мы узнаем его, что это оно, то это оно. И, ну, бешеная задача выходит, да. То есть вот так вот метаться, пытаясь воссоздать, ничего не произойдет. И Киркегор приехал домой, в общем-то, с отрицательным результатом. И он не побоялся об этом написать, что вот так ничего не будет, вот так ничего не будет происходить. Будет происходить только если я согласился и решился как раз переступить все те формы, все те связи, которые раньше вроде бы давали мне это, да. Здесь длинный путь, здесь какой-то косвенный путь. Может быть, человек проходит его даже на ощупь. В потьмах он снова погружается в эту темноту космоса. Он не в звезде, он не со звездой. Он летит в этих каких-то темных пространствах. И он не знает, встретит ли он новую звезду, зажжется ли для него новая звезда. Он не знает этого. Но вот однажды она зажигается. И когда она зажигается, она не та звезда, которую мы знали, но она все же звезда. То есть она в каком-то смысле, в каком-то роде та. И вот он еще раз, Киркегор еще раз подчеркивает и говорит, что раньше или до сих пор даже люди делают ставку на воспоминания, на время как воспоминания, как на обращение к воспоминаниям. А нужно делать ставку на время как на повторение. Это активная позиция. Это свободная позиция. И эту позицию человек все-таки может достигнуть. Он может это достигнуть. Хотя она выглядит безумно. Она выглядит как прыжки с одной звезды на другую. И пока мы прыгаем, мы летим вот в этой черноте космоса. Или же, как писал Хайдеггер, а можно ли двигаться в познании, не спускаясь с вершин нашего познания в долины и не поднимаясь заново на другую вершину. Потому что история человеческого опознания проходит как раз такой путь. Она спускается с вершины с горы и через долину проходит на другую вершину. Это то, что мы описываем. А Хайдеггер спрашивает, а можно ли прыгать с вершины на вершину. Вот это, наверное, и есть тот человек, который мы называем мастером или дозайном, который, в общем-то, проскакивает эту пропасть очень быстро. Настолько быстро проскакивает, что, может быть, даже не замечает ее. Он скачет. Он совершает прыжки по Керке-гору и скачет по этим вершинам, скачет по звездам. Значит, дозайн – это вот это вот существо, которое способно скакать по звездам. И я не боюсь этой вроде бы смешной такой терминологии, потому что, ну, наверное, это и есть какой-то звездный человек. Или, наверное, это и есть наша какая-то звездная сущность, быть вот такими. В любом случае, мы здесь находимся на передовом крае вместе с Керке-гором, вместе с Ницше. Я вам называла другие имена, которые там теоретически делали анализ. Но вот по тем проблемам, которые я рассказываю, обрыв проведен по Серину-Керке-гору и по Ницше. То есть дальше их в этом направлении тоже никакая европейская мысль не пошла. Хотя Хайдеггер пишет целых два тома, посвященных Ницше. Разбирает его. И он в Ницше погрузился очень глубоко. То есть увлекся Ницше. Керке-гором, естественно, тоже Хайдеггер интересовался, но несколько ранее. Но Хайдеггер не продолжает те мысли, которые были подняты Керке-гором и Ницше. Вот эти мысли, которые мы сейчас с вами разбираем, вот это повторение, вот эти мгновения ока, он не продолжает. Здесь у нас обрыв. В общем-то, вот все, что сказали эти философы по этому поводу, вот мы пока это имеем. Бездна возможностей и новых экзистенциальных открытий нас, очевидно, ждет в дальнейшем. Можете в этом не сомневаться. А линия, которую я вам называла, Кант, Гусерль, Хайдеггер, Бергсон, это немножко другая линия. Она занимается, конкретно занимается самим прыжком. То есть как нам от, скажем так, досман структуры перейти к дозайн структуре. То есть как нам вырваться из окрашенного момента, всего лишь только окрашенного момента и попасть на звезду, попасть в мгновение ока. Здесь и появляется у нас решительность, здесь и появляется временение, да, вот это разворачивание разных проекций. Мы это будем еще обсуждать. Но то, что я вам сейчас рассказала, это вот такой анклав, скажем так, занимаемый в основном фигурами Кьеркигора и Ницше. Так что, если кто-то здесь заинтересовался, а лично мне это предельно интересно, вот, пожалуй, сюда бы я, кстати, в их компанию добавила и Платона, вот, с его атомами вечности и древнегреческие понятия Кайрос. Вот, если кто-то заинтересовался, то вам, пожалуйста, сюда. Это, как бы, не совсем чисто экзистенциальная философия, да. Кьеркигор считается родоначальником, а Ницше-то, как бы, и не очень, да. То есть, здесь уже чистота границ экзистенциальной философии не соблюдается, ну, и ее, как говорится, нахрен. Вот, так бы, кому она нужна? Дело же не в том, что что-то сказал именно Хайдекер. Дело же не в том, что что-то сказала именно экзистенциальная философия. Если бы мы с вами писали там кандидатскую диссертацию, да, то тогда мы были бы неправы, написав что-то там неправильное. Но мы-то вообще-то с вами интересуемся нашей экзистенциальной сущностью, да. Вот, и поэтому не грех расширить известные пределы экзистенциальной философии. Я вообще считаю, что ее поле должно рассматриваться в более расширенном варианте, со всеми отголосками и резонансами, какими она имеет и в литературе, и в искусстве, и в других философских направлениях. Только тогда мы вообще-то рискуем не подменить что-то чем-то, да. Только тогда мы рискуем, ой, не рискуем, извините, не стать апологетами, просто там чего-нибудь экзистенциального, да. К сожалению, у нас и такие тоже есть. Вот, вообще рождение истины очень часто происходит на стыках, вот, и такие все подходы, допустим, филинологии или экзистенциальная философия, они тоже в некотором роде условны. Именно поэтому Хайдеггер это не только экзистенциальная философия, это и филинология, это и антология, да. Вот, и вот так, по меньшей мере даже, вот так, да, не отдельная какая-то часть. Вот, ну, что теперь для нас остается? Конечно, тут могут возникнуть очень много вопросов, вот. Не думайте, что это такие вопросы, на которые, как бы, на все, из которых я знаю ответы, или для меня самой не возникает тут множество вопросов, конечно же, это не так. Вот, и для Керкилур это имело множество вопросов, и для Ницше это имело множество вопросов, вот. Еще раз повторюсь, что мы стоим, так говорится, на краю, вот, на краю нашего опознания самих себя, вот, и редкая удача, что мы к этому краю подошли. Значит, дальше мы с вами рассмотрим вот этот механизм под названием, скажем так, решимость, а он обозначен у Хайдеггера именно так, вот, решимость на самого себя, которая требуется от человека, и без которой он никогда не обретет мгновение ока или интенсивной величины. Даже в наших примерах, если вы вспомните, то решение математической задачи на контрольной и та, даже вот эта маленькая задача, и та требует от ученика некоторой собранности и направленности к тому, чтобы он ее решал, да, потому что, если это сидит какой-нибудь просто лентяйчик, то в нем не обнаружится ни этого желания, ни этой собранности, да, он-то как-то и хотелось бы, да, но как-то вот вяловато, да, и вот взгляд скользит, и, в общем-то, ничего не трогает. Только тот человек, который все же таки собран по вот этому данному поводу, только он может вот достигнуть прыжка и найти вот это вот самопричинное, да, вот эту вот детальку. Все это, весь этот механизм целиком хайдеггером характеризуется в общем его виде и плане как решимость, так, и в этой решимости подразумевается, что мы как бы образно выражаясь превращаемся в некоторую такую иголочку, вытянутую струнку или иголочку, направленную к своей будущности, но вот это вот именно та игла, которая протыкает непроницаемость материи для нас и позволяет вот достичь ее внутреннего какого-то ядра. Помните, я вам говорила, что задача человека это не смотреть на светящуюся букашку, ползущую по шару, да, и не представлять вот эти точечки, моменты, как такую букашку, а вообще-то проникнуть внутрь воздушного шара и достичь источника, который зажигается, гаснет, да, чтобы понимать, что вообще происходит. Вот это, значит, собирание, эта решимость позволяет как тонкая игла проникнуть туда вовнутрь и найти эту детальку, эту лампочку, которая нам светит. Ну, это все, конечно, такие вот рассказы, которые на уровне, вы понимаете, как бы всех этих, ну, как у Хайдейгера тоже. Молотки, столы, декартовские воски, ну, у нас тоже какие-то такие вот примеры, да. В общем виде здесь появляется понятие решимости, в общем виде здесь появляется также в связи с нашим прошлым понятие виновности. Хайдеггер переписывает все так называемые экстазы времени, они располагаются по-другому, то есть в этом экзистенциальном прыжке, в котором происходит некоторая метаморфоза временная. Давайте догадаемся сами уже, что если у нас было линейное время, двигающееся по одной закономерности, мы ее описали, да, а теперь у нас есть экзистенциальное время или мгновение ока, которое точнее было бы назвать все-таки вечностью, а в вечность входит преобразованное, трансформированное время, то между одним и другим должен лежать путь трансформации, так, вот сама трансформация должна происходить здесь, да, если что-то не трансформируется, если время не трансформируется, мы не попадем и в мгновение вечности, и собственно, вот временение по Хайдегеру, рождение вот этой временности своей экзистенциальной и есть трансформация, наша собственная трансформация, трансформация времени в экзистенциальную, то есть мгновение ока, значит, мы будем говорить о решимости, мы будем говорить о виновности, будем говорить так, как это понимает Хайдегер, потом будем говорить как бы более расширенно, со своим вариантом, со своим пониманием, вот, но смысл таков, что здесь мы должны собрать все времена, растянутые на плоскости и на линейке, вот, и заставить их, в общем-то, соотнестись друг с другом, то есть привести их в некоторые единства, вот, и только времена, которые приведены в некоторые единства, которые не расползлись, не рассыпались, не являются фрагментарными, только такие времена способны войти, вот, через эту иголочку, да, собранную, войти в мгновение ока, они туда как будто впрыскиваются, да, и там возрождаются, вот, базой для этой трансформации, в общем-то, является в первую очередь или в последнюю очередь, все равно является так называемое настоящее, но по Хайдеггеру сам процесс применения начинается с будущего, с вот этого вот шага от или шага к, и почему это так, мы еще будем рассматривать, вот, затем из вновообразованного будущего человека, скажем так, отбрасывает к прошлому, хотя так нельзя говорить, а нужно говорить, что прошлое его настигает, при правильном шаге в будущее прошлое, собственное прошлое, то есть собственное сбывшееся настигает человека, вот, и из их синтеза рождается новое, настоящее, по Хайдегеру рождается некоторое актуальное, некоторое актуальное, вот, но здесь есть очень много самых различных нюансов, так что их нужно рассматривать, конечно, по отдельности, вот, и, пожалуй, мы это рассмотрим уже на следующей лекции. Продолжение следует...